Продовольственная безопасность неизбежно перекликается с защитой государственных рубежей. Польский режим продолжает играть мускулами из-за своего забора. А ведь в американских планах Варшава должна нарастить численность армии до 300 тысяч человек. И на подобные действия не реагировать нельзя. Это вопрос нашей национальной безопасности. Общаясь накануне с белорусами, которые живут в приграничии, наш президент в очередной раз четко обозначил – обстановка под контролем, поводов для переживаний нет. Подробнее о ситуации расскажет гость в нашей студии. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Мы видим, что польское государство продолжает милитаризацию, вбрасывают всевозможные фейки в отношении Республики Беларусь. Сами в это же время планируют нарастить численность войск до 300 тысяч. К чему готовятся? Стоит ли нам переживать? Глава государства обозначил, что переживать не стоит, все под контролем. Что вы думаете по этому поводу? Я всегда верю главе государства. Действительно, переживать нам не стоит. С одной стороны, мы видим, сколько времени глава государства посвящает теме укрепления обороноспособности нашей страны. С другой стороны, мы знаем, что мы в этом мире не одни. С нами Российская Федерация. Об этом также говорит наш президент. О том, что Российская Федерация удовлетворяет наши все просьбы относительно расширения сотрудничества в этой сфере, укрепления обороноспособности союзного государства. Вот и мы, парламентарии, в ходе окончания сессии ратифицировали соглашение с Российской Федерацией о создании учебно-боевых центров, где на территории как Беларуси, так и России будет проходить совместную подготовку военные Беларуси и России. Это очень важный фактор. Ну и, конечно, на нашей территории размещено тактическое ядерное оружие. Это серьезный фактор сдерживания. Это серьезный фактор обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Александр Лукашенко, общаясь с беларусами в регионе, рассказал о ситуации, которая складывается на сегодняшний день в Европе. Мы видим, что Соединенные Штаты просто нагло экспортируют свой экономический кризис на территорию региона. В этой ситуации не просматривается абсолютно какое-то противостояние со стороны непосредственно европейских политиков, которые должны отстаивать национальные интересы. Почему так происходит? В последнее время Соединенные Штаты преуспели в подборе и расстанов европейских политиков и руководителей европейских стран, которые обслуживают интересы Соединенных Штатов Америки, а не своих избирателей, своих стран. И мы видим это на примере Германии, ряда других стран. Ну, например, если Германия входила в четверку самых развитых по экономике стран, то сейчас за это время она скатилась на десятое место. То есть однозначно не следование национальным интересам, а следование в фарватере Соединенных Штатов и обеспечивает вот такую ситуацию. Создание неблагоприятной экономической ситуации в Европе помогает решать Соединенным Штатам экономические задачи. Деиндустриализация Европы и в частности Германии и процесс, который сейчас идет, индустриализация, наращивание промышленного потенциала Соединенными Штатами. Карта поляка где-то остается обсуждаемой темой в белорусском обществе. И вот президент четко дал понять, что горячиться в этой сфере не будем, действуем постепенно. Но в том числе надо разъяснять нашим гражданам, что это элемент мягкой силы, который направлен в первую очередь против белорусского государства. Что вы думаете по этому поводу? Глава государства подчеркнул, что в определенное время люди получали такие документы, они не задумывались о каких-то политических, идеологических аспектах, то, что они могут стать агентами влияния, и что это мягкая сила иностранных государств. В целом необходимо понимать, что наличие любых преференций иностранного государства влечет за собой определенные последствия. Поэтому в том числе парламентарии в этом году также внесли ряд корректировок в наше национальное законодательство для того, чтобы особенно люди, которые работают на государственной службе, служат в вооруженных силах Республики Беларусь, понимали, что наличие любой карты или преференций зарубежного государства недопустимо именно в первую очередь на государственной службе. Абсолютно с вами согласен, учитывая, что те же поляки на сегодняшний момент очень остро реагируют на любые какие-то поползновения со стороны Германии. Например, если бы Германия сейчас ввела карту немца на тех территориях, которые некогда были все-таки в ее составе, то в Польше, я думаю, реагировали бы гораздо жестче, чем сейчас белорусское государство действует в отношении карты поляка. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. Спасибо.